Тактическое ядерное оружие, если это применяется, это как выглядит. Потому что когда мы видим обычно в кино, летит большая ядерная ракета, там у нас воевода или как она ее называет, сатана, и все нет там на десятки километров, если не сотни. Вот тактический ядерный удар по какому-то... Я не хочу это произносить, я даже представляю это, не хочу, тем не менее, по какому-то объекту. Назовите объект. Это тяжело. Попробуйте. Вашингтон. Нет, Вашингтон это не тактическое оружие. Это город в Европе. Если задача уничтожить город, то есть превратить в шашлык половину населения города, а других вывернуть наизнанку ударной волной, то применение ядерного оружия выглядит так же, как на вашей заставочке. Прилетает ядерный боеприпас, доставляется тем или иным средством доставки, и происходит, в общем-то, варварство. Ядерное оружие одно из единственных оружий массового поражения, которое не запрещено. Ну так же действует химическое оружие. Распылили газ, все померли. Ну там военные, невоенные, вне избирательного действия. Поэтому выглядит все будет вот примерно так, как выглядело в прошлую войну. Кто-то упоминал, было такое в истории человечества. В 40-е годы прошлого века, когда стирали, Токио было стерто обычными вооружениями. Там ахиросимы необычными, вот этими, ядерными. То есть массовое убийство гражданского населения, вот так это выглядит. А за это судить будут. А я помимо гражданского населения, если вот, как я тут говорил, ближний тыл, военные силы противника. То есть некое крупное скопление, там, я не знаю, живой силы или техники. Которую нельзя так использовать? То есть все равно вы заденете. Если с противником договориться, и противник скопится вот так, что вокруг нету мирного населения, желательно на 10 метров. Ну, лес, да. Если я точно, танковый. А после этого удара территория остается пригодной для жизни или не пригодной? Иосиф Евгеньевич, ну... Смотрите, вот миф ядерного оружия, что там главная радиация. Все не так. Если вы знаете, в городе Хиросима и в городе Нагасаки люди живут, а в городе Чернобыль не живут. Вот атомная энергетика, это грязная бомба, которая делает невозможной жизнь на больших территориях, там, на сотни лет. Применение ядерного оружия, да, будет поражение. Один из поражающих факторов проникающая радиация, другой из поражающих факторов, вот это долгосрочное радиоактивное загрязнение. Но это, поверьте, не самое главное.